Ау-мария всем друзьям, меня зовут Лайер, и это долгожданная первая серия самого ожидаемого аниме этого года, самого мясного и динамичного тайтла под названием Человек-бензопила. Собственно, как и по старинке в этом видео, мы рассмотрим сюжет первой серии, дадим ему краткий анализ и уделим немного времени визуальной части, то есть тем или иным образом затронем студию мапа. Да, кто не знал, именно она взялась за создание аниме по бензопиле. Вообще, по ощущениям этим аниме, которые были выпущены ей за последние годы, складывается ощущение, что она пытается либо поставить какой-то рекорд по количеству выпущенных аниме. Либо же просто заспидранить своих работников. Однако, как мы можем видеть, то и то у неё хорошо получается. Но сейчас мы говорим не о студии, а об аниме Человек-бензопила, главном герое по имени Дэнджи и его очень сложной и грустной судьбе. Как выяснилось, по неизвестному стечению обстоятельств и загадочной смерти отца, ему пришлось отрабатывать его огромный долг в виде 38 миллионов йен. И не перед кем-нибудь, а перед Якудзо, которые пригодили героя в случае неуплодозастойки раз и навсегда распрощаться с этим миром. И в самый тяжёлый момент его жизни, когда он буквально осознал, что он вряд ли сможет это сделать, в момент так называемого среза жизни, перед могилой своего отца он встретил того, кто в будущем станет неотъемлемой частью его самого, да и так называемым другом. Дэнджи встретил раненого дьявола по имени Почита, на вид маленького пёселя с острой пилой на голове. Да, не удивляйтесь, здесь это нормально и даже в порядке вещей. Нет, в порядке вещей здесь данные дьяволы, которых забегая вперёд должны убивать специальные организации, а не то, что они являются друзьями людей. Но главный герой Дэнджи смог показать Почите, что тот может ему довериться, сказав ему о том, что он может использовать его кровь взамен на контракт, позволивший первому использовать силу этого демона, то бишь становиться человеком-бензопилой и после убивать дьяволов по заказу Якудзо, по мере развития сюжета и небольшого таймскипа. После их первой встречи мы можем узнать, что ему пришлось продать некоторые части своего тела и органы, чтобы хоть как-то погасить часть имеющегося долга. В ход вошёл глаз, почка и даже яичко. Но, как можно догадаться, этого оказалось мало, и ему буквально пришлось подчиниться приказам Якудзо и начать убивать нужных им дьяволов, чтобы потом, как это выяснилось, продавать их дороже на черном рынке. Говоря проще, Дэнджи в этой ситуации тупо нагло использовали, давая ему лишь малую часть за выполненную работу. Как сказал данный чал в шляпе, главный герой Дэнджи в силу своей глупости и положения является для Якудзо возможностью вернуть долг и, так сказать, наживиться на этом. Так как настоящие охотники на дьяволов не дают забирать их тела на продажу. Хоть они и считают Дэнджи мусором и отбросом, однако для них он очень важен, так как главный герой является буквальной собачкой, которая будет делать всё, что ему скажут, сам не понимая того. Да, как вы могли уже понять, протагонист произведения будет играть роль премления иного дуралея, который очень часто будет идти на поводу своих желаний и эмоций и много чего другого. Однако нельзя сказать, что данное поведение героя будет избыточно сильно вредить сюжету картины. Всё же давайте не забывать, что как минимум, это главный герой, подросток, из мечт которого это закрыть батин долг и встретить девушку, ну и кое-что другое. И как максимум в этом произведении будет ещё множество разналичностных персонажей, которые, думаю, смогут закрыть все ваши потребности. Так что давайте просто понимать этого человека бензопилу и его детскую наивность. Заручившись дьяволом в виде почиты, Дэнджи продолжает изо дня в день мутузить по заказу якудзо-дьяволов разной формы и силы. Забегая вперёд, стоит отметить, что мне лично понравилась вся визуальная часть этого аниме. Динамика, зрелище, хорошая анимация и подходящие саундтреки, собственно, и дали данному произведению то, что ему было так нужно. Но знаете, о чём мы могли ещё ожидать от мапы? Которая всегда делает всё на достойном уровне, за исключением CGI-моментов, которые есть и здесь. Но идёт 23-й год, и вам не надоело обращать на это внимание? Лежа в своей полуразваленной халупе и мечтая о вкусной идее девушки, к нему не опять от снова приезжает якудзо и говорит, что появился новый дьявол, которого нужно срочно нейтрализовать. И после начинает происходить то, за что многие читатели и полюбили данное произведение. Совершенно непредсказуемое безумие, вылившееся в море крови и жести. Резкие динамические повороты в сюжете. Думаю, именно так можно характеризовать это произведение. Зайдя в какой-то полуразрушенный дом, я обнажу свою пилу. Буквально в мгновение ока, Дэнджи оказывается проткнутым в спину вместе с Почитой. И на большое удивление, нападающим оказывается одна из марионеток этого дьявола. С которым немного ранее якудзо заключили контракт ради большей силы и влияния. Вы можете себе это представить? Думаю, мне не стоит говорить о том, что поведясь на могущество и выгоду, их кинули как ложков. И теперь, став тупыми зомбаками, не они охотятся на дьяволов, а ими сами делают эти грязные вещи. Далее, автор данного произведения делает поясине очень красивый, филигранный и для кого-то очень неожиданный ход. Он позволяет Дэнджи, на секундочку, главному герою, буквально умереть. Да, если кто-то поначалу ещё мог как-то сомневаться в том, что данное аниме будет соблюдать все каноны рамок и дефолтные правила аниме-верса, то я спешу вас огорчить. В этом аниме все имеют способность умереть, но кто именно, узнаете сами. И кстати, в этом плане я тоже немного свернул не туда, и начал смотреть аниме на своём втором канале. Завтра, кстати, там выйдет реакция на первую серию Человека-бензопилы. Ещё там же я смотрю Блич, Жожа, Блюлок, Геройку, Киберпанк и много чего другого. Если тебе это интересно, то заледай по ссылке в описании. Не ожидай такой подставы, главный герой оказывается застанным врасплох. Целой армии марионеток, которые успешно по приказу своего хозяина сделали из него шашлык, и отправили в ближайший мусорный бак. Полёживая в горе мусора, конструктор Дэнджи прямо перед своей смертью начинает вспоминать те самые тёплые деньки с его уже по факту другом, верным товарищем Почитой. Погружаясь всё больше и больше в их дружеский разговор, Дэнджи вспоминает обещание, которое он дал своему Пёселю, что если от него всё-таки избавиться, то пусть он заберёт его тело и продолжит его мечту. Осознав и вспомнив это, дьявол Почита понимает теплоту его сердца, и после начинает буквально собирать конструктора Дэнджи в обратную форму. Теперь это не только контракт между демоном и человеком, а прежде всего дружба. Пёсель стал его сердцем, а взамен на это Дэнджи должен осуществить со своей грёзой вместе с Почитой. Придя в себя и осознав, что его друг теперь находится внутри него, он возвращается обратно к дьяволу, превращается в самую настоящую пилу и просто начинает свой праздник. Я не знаю, как это можно описать, но такой жести за последние лет пять я ещё нигде не видел. Это знаете, прям как... Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Закончив своё безумие и уничтожив всю нечисть, он замечает трёх охотников, которые так же, как и он, пришли по душе этого дьявола. Однако, на удивление, всем опоздали. Подойдя к ним поближе, очень красивая девушка по имени Макима не смогла понять по запаху, кем же является это существо, в виде нашего главного героя с пилой на голове. По её словам, он не был похож ни на человека, ни на дьявола. Тогда же, после очень неожиданных обнимашек, она предложила ему очень интересную идею, стать его собачкой в обменной еду. Да, привыкайте. Понимая, что данное предложение априори закрывает одно из его потаённых желаний, мы можем понять, что данное предложение пришлось ему по душе. Ну а иначе, она бы его просто убила. Кстати, я там создал главного героя Дэнджи с помощью Нейросити. Да-да, вы не ослышались. Нейросить сделала человека бензопилу. Если вам интересно, то можете посмотреть это видео. Пишите в комментариях, как вам новая серия данного аниме. Что понравилось, что нет, и не забывайте про лайки и подписку на канал. А умерли, друзья.